И поехали. Так, следующий наш гость — это Антон Молодецкий, основатель первого в ДНР стендап-клуба «Жажда смеха». Да, всё верно. Рассказывай. Ну, вот те люди, вот вам Антон. Вы спрашиваете, Антон рассказывает. Да, всем привет. Ребят, очень интересная была идея, когда-то, может быть, годик назад создать какой-либо свой собственный проект. Но по стечению обстоятельств там разные складывались. Да, опять же, повторюсь, обстоятельства. И всё-таки вот то, что сейчас нынешняя ситуация нам даёт, какой итог, выворот, всё-таки могу сказать, что открываются какие-то новые возможности для каждого из нас. Вот. Может быть, не всегда они придерживаются там хороших линий, да. И могу сказать, что немножко всё тяжеловато даётся, но в принципе даётся. Вот. И... Да и за что? Что хочется сделать? Какой конечный... Смотрите, да. Хочется сделать очень хороший качественный продукт юмора в Донецке, в Донецкой области. То есть, естественно, хотелось бы развиваться дальше, да, может быть, как-то скооперироваться там или как-то взаимодействовать с, допустим, элементарно стендапом «Московский». Я думаю, много кто знает, о чём идёт речь, там, яркий пример, там, Руслан Белый, допустим. Да, и все мы знаем шоу, которое идёт, стендап, да, «Московский» на определённом телеканале, я думаю, все мы понимаем. Ну, телеканал «Тенты» называется. Как тебе, кстати, хорошо? Руслан Белый – это хороший пример. Как тебе примеры стендаперов, интернет-стендаперов, например? Ты знаешь, о ком я, наверное. Интернациональных, ну, разнообразные примеры, просто мне чуть-чуть, ну, не всегда. У меня носки обычно кончаются такие. Ну, да, мне просто не очень люблю разговаривать о зарубежных стендап-комиках. Почему? Потому что у них слишком много… Я про российских сейчас, ну, а, про… Ну, ладно, да. Ну, вот, да. Ладно, давай, что-то, ребят, рассказать, я тебя сбил. Ну, рассказывай, да, Антон, ну, хорошо. В общем, пытаемся сделать хороший продукт для того, чтобы, в принципе, каждый из вас мог найти своего любимого комика, да, и прийти, посетить мероприятие, которое может порадовать любого, да, великовозрастного человека, там, от 30, допустим, или до 30, чтобы каждый мог находить какую-то свою нишу, да, среди нас, юмористов, так скажем. Знаете, вот зачастую всегда интересуются, там, вот ты, там, я, допустим, еще КВНчик, помимо всего. И всегда, вот, меня очень всегда бесил один вопрос, всегда задают его пошути. Вы знаете, очень, я категорично отношусь к таким вопросам. Я думаю, все, кто связан с юмором, меня сейчас понимают, да, ребят, всем привет. Кто хочет реально узнать, как пишутся шутки или еще что-то, просто лучше посещать какие-то мероприятия, связанные, там, с юмором, либо самому вникать в это русло, это очень интересно, да. Трудоемкий процесс, конечно, но очень интересно. Чтобы вы понимали, да, это связано с особым, ну, во-первых, во-первых, тебя проверяют сначала спецслужбы. Да. Потом ты, значит, ну, во-первых, это допуск гостайни, прежде всего. Ну, естественно, конечно. Потому что там с обществом очень много связано, с его пороками, и это ты перелопачиваешь архивы. Ну, естественно, да, все мы знаем. Значит, это архивы КГБ были. Вот, там все, в принципе, там все эти шутки, они и... Хранятся. Ну, естественно, да. Оттуда мы берем, да, музы наши находятся, да, в спецслужбах КГБ. Ну, естественно, я думаю, многие знают, конечно, такое правило, что ли, пословица «все новое, хорошо забытое, старое», да? Ну, я не знаю, кстати, к чему я это сказал, просто сказал. Так бывает. Да, ну, вот, очень приятно говорить такие слова. Сколько народу? Сколько народу? Вот, кстати, очень хороший вопрос. Рад, что все-таки вопросы есть. Готов отвечать. Народ. Очень много народа, допустим, если мы говорим о посетителях, то, ну, среднее количество, там, людей, там, ну, за сотню, вот, допустим, за сотню, там, до сотни, ну, приходят. То есть это люди, которые... А, ну, это посетители. Да. А самих стендаперов? Самих стендаперов. Нас, основной вот, основная аудитория стендаперов, именно резидентов, уже семь человек. Семь человек, основных ребят, которые выступают, в любом случае мы развиваемся вот таким коллегиальным способом, методом. Есть еще ребята, которые задействуются как, допустим, в случае открытого микрофона. То есть может каждый прийти, попробовать свои силы, естественно, конечно, он пройдет небольшую редактуру, которая будет в любом случае для каждого. Потому что, знаете, бывает, приходят с очень разнообразным юмором. Да, иногда людям кажется, что очень-очень все весело бывает. Даже если я понимаю, о чем ты. Да-да-да. Но на самом деле не все так просто, как кажется. Да, всегда есть редактура, всегда каждый комик проходит ее, ведь это очень важно отсортировать какой-либо там мусор, так скажем, да, юмора. И оставить только самые сливки. Вот, чтобы потребителю, то есть людям, которые приходят смотреть, было весело, прикольно, забавно. И было... Давай начнем с главного. У тебя есть шутка про Порошенко и Кличко? Есть шутка про Порошенко. Вот давай с этого начнем. Смотрите, ну это как такая, получается, есть миниатюрка. Не оправдывайся, у них все равно все хуже. Да, я просто понимал, да, куда я шел. Вы знаете, есть, есть, да, классная миниатюра. Вот, кстати, передаю привет своей команде, команда КВН «Соседи сверху». Вот, мои любимчики, я капитан команды, и, получается, тоже играем, выступаем, ну и все такое. У нас есть очень классная миниатюра, связанная с Порошенко. Называется «Все мы в детстве играли в прятки». Итак, давайте представим, как Порошенко играет в прятки. И дело происходит таким образом. 98, 99, 100. Я иду искать. Газ, газ, где газ? Газ. Ну, такая шутка. Получается, что... Смешная шутка, ну серьезно. Нет, само собой. Это я так замерюсь, на самом деле, да. Буду знать. Когда болею. Да. Я просто о чем? Ну, а там... Чем-то она отличается от того, как Тимошенко, например, играла в прятки? Да, я думаю, да. Просто Тимошенко, у нее меньше есть возможности передвигаться, просто понимаете. А у Порошенко пока, на данный момент, много свободного места, так скажем. Ну, самая короткая шутка. Порошенко принял самостоятельное решение. А, да, да, кстати. Ну, не самая короткая, но тем не менее. Ну, смешно, да. Порошенко, естественно, хороший персонаж для того, чтобы шутить. Ну, кстати, если честно, уже баян. Считать надо до цены газа. Надо до цены газа, да. Ну, кстати, Порошенко и Кличко уже очень заезженные темы достаточно пошутили много везде, выше лиги КВН, то есть... Выше лиги шутили? Да, 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 есть, есть такие шутки. Они допускаются на очень малом количестве, только самые отборные, так скажем, да. Кому интересно, просматривайте, пишите в интернете, много интересных. Кто, ну, есть в цензурах КВН. Естественно, да. Все выступления проходят цензуру. Да. То есть кто-то, цензор, видит все выступления КВН до того, как они... Да, я вам скажу, больше их смотрит Масляков, младший, старший. Вот почему ему не смешно. Правильно, Антон. Ну, тогда да. Да, заметили, есть хорошая шутка, кстати, про Маслякова, о том, что если перематывать эфиры задом наперед, то можно смотреть, как он молодеет. Есть такая шутка. Понимаете, да, о чем я говорю? О чем я говорю, понимаете, да? Да, я понимаю. Вот, ну... Я так неловко понимаю, но понимаю, да. Масляков очень хороший человек. Создал классную империю юмора. Так, а если команда ДНР и ЛНР возьмут... Какая идеология? Давай поговорим о идеологии. Идеологии шуток или построения? Ну, идеологии вашей империи. А, империи, господи, как это... Ничего себе, меня так еще никто не называли. Ты только что сам себя назвал имперцем, фактически. Да, прям вот, да. Ничего себе, да. В слове Антон столько ошибок, да? Имперца. Да, кстати, это шутка была. Ну, может быть, кстати, юмор понимают не все. Ты шутишь со своей девушкой? Шутил, да. Дошутился. Да. Теперь я одинокий. Нужна новая. Нет, пока сделаем паузу. Вот. Большой привет. Сделаем паузу. Так, итак, вот, все-таки. Ау, стендапинг. Дорогие слушатели, как правильно выразить? Слушатели, наверное, да? Приходите. Будет очень интересно. Да, приходите. Суть очень проста. Любим шутить актуально. Любим шутить с какими-то подколами, подковырками. У нас каждый резидент отличается друг от друга. То есть, у нас нет подобных тем, как минимум. И нет подобного, там, плана построения шуток. То есть, типаж комиков очень сильно отличается. И каждый индивидуален по-своему. И вот, я думаю, яркий пример Андрея Панама, который приходил к вам в гости. Один из резидентов, который занимается в жанре музыкального стендапа. Вы встречаетесь только на сцене или где-то? Нет, нет, нет. Мы проводим время часто вместе, но вот дружно, такой компанией, веселой. Обсуждаем дальнейшие планы. То есть, строим какие-то перспективы на будущее. Это квартирники какие-то? Нет, нет, нет. Это бывает, допустим, элементарно просто. Вы же с разных универов. Да, ну ничего страшного. Там общественный транспорт, слава богу, ездит достаточно регулярно. И можно встретиться. Просто где вас можно перехватить? А, можно перехватить, ну, не знаю. Встречаемся обычно в тех местах, где и выступаем. Вот чаще всего встречаемся там в фэмили-клабе. Вот. Все вместе коллегиально реально приходим, пьем чай, обсуждаем шутки, обсуждаем юмор. Каждый приносит там что-то свое, каждый вносит какую-то определенную долю своего видения юмора. И даже редактуры иногда проходят вот в таком духе самостоятельно. Ну, а потом, естественно, уже редактор Ксения Мирошник уже проводит тщательный отбор шуток, юмора. Отсортировывают, советуют, где, как лучше поставить акценты. И таким образом получается готовый смешной продукт. То есть, как-то так. Все очень интересно, все очень забавно, классно. Как это с войной сочетается? Вам никогда не говорили, что, ну, войну, вы шутите? Тут вообще есть ли темы какие? Вы знаете, мы не затрагиваем темы войны. Если честно, я не люблю, когда ребята там, бывает, приносят что-то связанное с войной. Я, ну, не вижу в этом смысла. Почему? Потому что, ну, вы знаете, хорошая шутка, это если актуальная шутка. Но актуальная шутка должна быть, ну, актуальна в нужное время. Сейчас, на данный момент, шутить про войну, ну, это не смешно. Вот, грубо говоря. И, естественно, каждый понимает это. И по большей части юмор приносится вообще разносторонне. То есть разные темы затрагиваются, но никак не война. Отдаляемся от войны, реально делаем хорошую вещь, я считаю. Почему? Потому что, допустим, в наше вот такое время, я думаю, хорошо просто иногда прийти, ну, элементарно, хорошо провести вечер. Да, посмеяться в дружной компании, в компании друзей, там, коллег, неважно, что это будет, как это будет происходить. Просто, я думаю, это очень интересно и смешно, забавно. Ну, а темы, допустим, украинских СМИ? Темы украинских СМИ, конечно, затрагиваются. То есть такое, где это... Вот обходим темы, связанные с войной, с какой-то там, с гибелью каких-либо людей. То есть это понятно, это табу, это запрет, об этом нельзя шутить, это глупо. А темы, связанные с юмором, с политиками, да, на Украине. Ну, например, какая... А вот не скажу, например, оставлю интригу и скажу, что видеозаписи всех выступлений, ребят, есть в ВКонтакте, в социальной сети под названием первый стендап-клуб ДНР «Жажда смеха». Обязательно вступайте туда. Разыграем всякие призы, подарки. Не всякая белка может выдержать. Достал уже ты меня, Пётр Алексеевич. Ну, дай отдохнуть денёк. Ну, это там. Да. Вот, кстати... А то, смотри, Женя, где-то картинка, и ты очень... А, это только я вижу, да. Такое чувство, как будто я сам с собой поговорил. Да. Да, ну типа шутку сказал. Да, так что добавляйтесь в друзья... Да, и в друзья, кстати, тоже можно. И в группу добавляйтесь. То есть там очень много интересного добавляем. Снимаем видео разнообразно, как мы проводим время. То есть элементарно шутить можно везде, правильно? Вот я думаю, будет хорошим примером, да, того, что вот петь можно в душе, правильно? Петь можно везде. И шутить можно везде. То есть у нас есть даже и такого рода видео, которое можно смотреть, цензурное. Да, всё адекватно, всё хорошо, весело, прикольно. И нецензурное бывает? Но, к сожалению, они в закрытом доступе от всех пользователей. Или к счастью. Наверное, к счастью, да. Ну, цензурное... Ну, увидите, у всех по-разному слово «цензура» ассоциируется. Так, с ТНТ, ребята, работает кто-нибудь? Это с ТНТ, ребята, работает в плане. Я не понял, в каком? Ну, значит, не работаем. Да. Нет, не работаем. Пока выходим, показываем свой уровень. Стараемся достигнуть какой-то определённой планки. Есть поставленные цели, до которых нужно доходить. Будем достигать их. Новые вершины, высоты. Стараемся шутить актуально, классно, весело. Так что обязательно, обязательно приходите, приходите. Круто, весело. Давай, скажи, куда приходить? Ну, смотрите, всё очень просто. 8-го числа, кстати, вот уже не за горами, сегодня 6-е. А это означает, что буквально через 2 дня, 8-го числа, в 5 часов вечера, состоится наше мероприятие. Ну, обновлённый формат выступления. Получается, раньше мы были просто как фестиваль. То есть, это были этапы отбора. Ребят было большое количество, отсеивались люди. То есть, ну и самые-самые такие весёлые, смелые, озорные ребята оставались. Вот, и так что повторюсь. Боюсь спросить, что случилось с остальными, но это уже... Знаете, как с партии скидывали некрасивых со скалы, да? Вот, а у нас не смешных скидывали. Ну, не со скалы, правда, с терриконов. Ну, почему бы и нет? Вот. С терриконов. Шутим лучше, чем я сейчас шучу, конечно. Может быть, кстати, представляешь, вот просто, может быть, тяжело было отойти от предыдущих ораторов. Было бы интересно их послушать. Да, смотрел на них. Все... Ладно, это тоже... Да ладно, там нормально. Так что, короче, вот всё можно... Возьмём, почему бы нет? Нет, пусть приходят, мы послушаем их. Почему там я видел интересная книга, по-моему, была написана ими. Да, вот мне нам подарили книгу, теперь у нас есть. Да, да. А знаешь, что я могу подарить? Я могу подарить... Радость и смех. Радость, позитив, улыбку на устах. Вот на этой. Так я ж не досказал, я ж не досказал. А, так говори... А, да, да. Восьмого числа. Куда идти-то? Восьмого числа нужно прийти всего лишь, выйти пешачком, потому что, я думаю, много кто живёт в центре города Данеска, а если даже это Макеевка, то я думаю, одним транспортом доехать это очень-очень свободно и легко. Даже с области ребята у нас попадают, и даже с области у нас есть один парень, который будет выступать. Не помню конкретно с какого города, но будет очень интересно. Итак, восьмого числа на Family Club, он находится в парке Щербакова возле сцены, возле главной сцены сердца города Донецка, парк Щербакова. И там буквально в двух шагах от главной сцены города Донецка находится трёхэтажное здание Family Club. Я думаю, много кто знает, о чём идёт речь, и, естественно, там произойдёт наше грандиозное событие. Будем шутить, выступать там, будет очень весело, приходите, забронируйте столики, то есть, чтобы вы сели, чтобы было смешно, весело, классно, проведите время. Специально будут всякие шоу-программы, конкурсы, подарки. Ты там будешь? Естественно, я там буду, я там ведущий. Всё, тогда придём. Кстати, вот, и всем, всем передаю привет, кто смотрит сейчас этот стрим. Ребята, кстати, стримил тоже канал, ваш канал Донецк Live, стримил когда-то второй канал, вот, было дело. Да. Да, ну, навряд ли ты знаешь об этом. Да, я вообще ничего не знаю. Да, да я понимаю, понимаю. Как проклятый. Да, были хорошие. Стримил второго канала, ребята, аплодисменты. Да, круто, стримил когда-то, да, потом, потом просто слился, так скажем. Ну, бывает, слился не потому что, потому что я такой, типа, классный, нет, слился потому что начал учиться. Вот, начал хорошо учиться, не просто ходить на пары, а начал заниматься, да. Да, и всё так вышло, что вот пришлось уйти со второго канала. Ну, кстати, второй канал обязательно смотрите, там тоже очень интересно. Правильно, хороший реклама? Правильно. Нормально? Правильно. Всё сказал, всё что... Так, друзья, ну, у нас в гостях был Антон Молодецкий с коротким представлением своего проекта «Жажда смеха» стендап-клуб. Да, стендап-клуб. Очень, очень весёлый и... Да, так что будет очень весело, все у нас такие весёлые, озорные ребята, приходите. Круто, ребят, ждём всех, любим всех, приводят, приводят даже родители всяких детей, тоже, знаешь, интересным. То есть у нас есть цензура, шутим, шутим на определённой аудитории. Короче, классно будет, весело, приходите, без лишних слов, будет весело. Спасибо, пока. Всё, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok